что всем привет сами снова и зазепа и очередную по блендеру я хочу создать объект который крутился бы где-нибудь во время стрима сбоку я не знаю вот такое там заголовком подпишись к сожалению в прошлое видео когда я записывал с этой монеткой если не смотрели обязательно посмотрите вы я не сохранил на саму сцену так что придется делать с самого начала но я думаю не проблема у нас новая сцена только зашли в блендер по удаляем там эти объекты что нам нужно кнопка n английская отобразится вот этот окошко кнопочка 5 на боковой панели измениться вид немного так и теперь по сути давайте придумаем что-нибудь может новые это более интересное такая прям монетка там подпишись пускай это будет куб у куба четыре стороны и на этих четырех сторонах можно что-то разместить это вот самая минимальная самый такой вот урок где можно сделать что-то прикольное и но смысле что у куба сколько получается 4566 сторон и мы сделаем что-то из этого прикольное давайте редактирование по сути что мы сделаем сюда нажимаем и с обратной стороны и е получается кнопка ей отвечает за экструд 1 с control зажимаем делаем что-то такое у нас сместилась тут немного кнопка z английская сетка переходим сюда берем координату так нажимаем на эту это у нас ось получается то пусть y есть минус один метр вставляем сюда еще раз здесь скорее всего просто один метр будет и вот так получилось у нас такая впадина что мы с ней делаем опять же е то есть получается экструд сетка английская клавиша с что-то вот такое можно придумать да то есть куб и у нас тут будут надписи какие-то в принципе мы сейчас делаем с этой стороны все то же самое что мы делали изначально то есть нажимаем кнопку е так один с control вот так вот и здесь у нас тоже буду гая ось это у нас будет ось x по-моему делаем и позже на одном уровне то есть один метр так один так извиняюсь тут минус один минус один отлично так и опять е экструд переходим на вид сбоку сетка и 5s вот у нас получился такой вот куб где мы четко где-то разместим если можно сверху все то же самое провернуть давайте так и сделаем е экструд получается с control выделяем эту грань при помощи редактирования понятное случае вот этого режим выделения короче и ставим z1 и здесь у нас z минус один минус один метр так зажатым шифтом выделяем эти стороны опять же е 7 так вот и получается у нас такой куб потягиваю боковую сторону и уве редактор на току а английскую так нет ни а нужно выделить вот эти вот крайне получается нажимаем правой клавиши мыши вот так вот так вот так но зажатым шифтом понятно shift и правой клавиши мыши и любви так пометить шов делаем короче со всех сторон уже сделал то же самое можно принципе чтобы ускорить процесс нажать сюда вот так вот так вот так и вот так люди пометить шов то есть могут эти все боковые по выделяли так и теперь что нам надо выделять вот эти боковые вы так вот так вот так вот так создался просто более корректная юли развертка и вы пометить шов нажимаем английскую клавишу а юви развернуть получается что-то вот такая вот у нас козелка получается да я смотрю тут немного кривовато вышло значит сам и немножко переделаем нашу ее разверточку хотя на выводе блин вся корректная по идее вроде нигде косяков нету и должно быть все замечательно глупо по крайней мере вот эти вот сверху нормально развернулись что с этим чуть корявые такие можно в принципе по выделять вот эти вот экране внутренние тогда по идее может быть она лучше будет посмотрим короче что из этого выйдет так наши мышки шифтом так сверху снизу любви пометить шов близко а ювей развернуть стало еще хуже ну тогда что мы делаем выделяем уже можно до конца сейчас мы точно все нормально получится сто процентов до выделяем это вот все дело так вот так ну и сверху соответственно и снизу надо будет сделать то что мы тут выделим может повторно раз это ничего страшного это не переживайте это вообще не важно так снизу у нас все выделено так вот здесь вот здесь здесь быстро осмотрена колесико мыши просто зажимаем это вот можем выручить так новостью по выделяю и пометить шов английская клавиша а или развернуть ну да такая развивка в принципе она подойдет она будет лучше отлично 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 объектный режим переходим так редактирование и выделено так давай к спортируйте ее развернуть на рабочий стол рабочий стол назову ее куб английском назову вообще не знаю так вот как будет куб давайте я немножко увеличу масштаб нашей текстуры это будет 2048 на 2048 спортируйте развертку открываем photoshop отлично так возвращаемся в блендер клавишу 1 на правой раскладке клавиатура то есть это у нас вот это вот вот эта часть запоминаем ее так сворачиваю все вот это дарит только что после стрима где-то наша разве . еще сохранил на рабочий стол на его почистить вот он куб открываем фотошопе так у нас вот этот был давайте сюда добавим логотип моего канала так вот сюда идешь логотип моего канала мешает прозрачность даже там шифтом подгоняя его под этих границ как-то так должно получиться плюс минус хорошо так отлично боковушка наверное я сделаю типа подпишись так у нас куб будет ворочиться в какую сторону вот эту наверное и нам нужен левый верхний хорошо так получается левый верхний добавить слой так плюсик напишу подпишись этого из большинку букв подпишись отлично control t плюсик так поменять здесь поменяю его на черный соток копирую делаю заливку и объединяю с верхним слоем не так не так объединяю переношу сюда выделяю его вместе с подпишись так ты должен а так объединить слои подожди а почему у меня это становится из них слои ясно кого число и бесполезно его нахрен далее сюда и сюда так объединить слои кучу ладно идешь наверх да сюда объединить слои все нормально ну просто это моя работа как из книга почему так боковушка готова подпишись так что еще добавить типа катмонавта youtube и не знаю что-нибудь такое да наверно что такое нужно сделать переходим как очень блендер идем дальше это фигня у нас чуть выше получается заставочку вот он x сохраняем картинку на рабочий стол нафтик идет сюда ко мне photoshop так прозрачность увидеть я нашей развивки принципе подошло такое здесь немного сверху подогнать кей делаем все непрозрачно так вот этот боковая получается да давай новый слой давай подпишись 6 6 на него позже как-то так control t новый слой кисть потолще пожалуй сделаю и пожалуй не черным подпишись на него тоже так удалить от слой ссылка в описании я думаю так покрасивше будет новый слой вот эти вот слои объединить еще один новый слой заливка черный и так и так вот он цикл новая чьего из заливка и что и тусклые получается это понять не могу объедини слои без не слои а потому что так вот боковая я понял что она короче переграждает скажем так это быстренько сейчас почистить все это дело как-то так все теперь оно должно быть все четенько так и теперь осталось верхние и нижние так чтобы еще добавить давай-ка еще один текст стримы стримы давай зеленым стримы видосы че сюда переместим еще текст так чем добавить пускай будут мега чуваки и мы эту надпись немножко развернем вот так почему бы и нет так опять же то сделаем все то же самое так за дублика слоя заливка пока не зеленая только черная давай мне ладно черная объединить слои вот это мы все отключаем и вот эти вот боковушки что оставались мы удаляем пусть с одного цвета на те ставки развивки типа из-за нее она такой серый получается у нас сейчас в принципе уже нормально должно получиться вот так вот это вот чем можно объединить слои и чтобы точно никаких багов там не произошло добавляем новый слой черный так блин я что-то не по удалял что ли получается получается где-то не по удалял давайте удалять сейчас получается вот эти рамки вот все это все это будет прекрасно видно она будет только мешать и быть не и будет некрасиво как-то так все так объединить видимая файл сохранить как давайте под короче куба гряди сохранить качество максимальное там слух отжимаю блендер переходим сюда редактор шейдеров моим наш рабочий стол подойти сюда сюда подключаем вот свет основной цвет ну и смотрим что вышло ну вот вышел такой вот куб ссылка в описании мега чуваки подпишись сейчас мы это все дело подправим можно принципе в самом photoshop и подправить как-то вот так получается на повернуть да control c control v control t здесь ставлю 90 градусов к повыше вот так вот мега чуваки объединить слои объединить слои объединить слои здесь замажу павел сохранить как gpg пожалуйста не заверните и сохраняем вот эту фотку сюда нажмем сюда получается переподключаем павел павел я хочу у нас перевернулась ну и подпишись надо немножко повернуть пишись control c control v control t так вот здесь минус 100 получается ставим файл сохранить как применить формат gpg и сохраняем переподключаем нашу ноду опять же сюда купите открыть ну вот оно перернулось стало как надо стримы видосы общения я почему-то оказался снизу моя аватарка ну да ладно в принципе на все это дело будет ворочиться и нам все это дело нужно на обычном фоне чтобы можно было потом обрезать что у нас был кубик там скажем так без фона что мы делаем во первых приходим в объектный режим добавить так добавить свет в принципе в прошлом видео я это делал прожектор сюда поднимаем семёкку нажимаем так так обращаюсь это безобразие единичку нажим пожалуйста нет не так как то так обращаем по этой оси копируем нашу лампу control c control v сюда control c control v сюда дэмс пациентку как-то так размещу в принципе они все светят куда надо так и ставлю 800 ватт здесь где-то 600 надо ну и здесь давай 600 пускай будут 600 посмотрим что у нас вышло так сюда нажимаем сюда вернее брендере ставим рендер cycles ну смотрим по нашему освещению в принципе можно сделать лампу еще поярче наверное пятна что левич нет это давай еще уже более ярко нужно просто играться сейчас с этим 2 600 2 600 300 как-то так здесь мы тоже опять же я сделаю цвет немножко красноватый здесь свет немножко голубоватый так и у нас опять белое значение то есть мы здесь тоже ставим 2 600 2 600 здесь 3 600 замечательно в принципе здесь можно немножко цвет чуть более тоже светлому такому белому с оттенком здесь тоже чуть немножко к светлому более газовый латы что ли пускай будут а ну вот как то так выходит отлично в прошлом видео мы добавляли еще такую платформу но в этом мы не будем делать потому что нам нужен чисто кубик что мы делаем теперь добавить камеру камеру перемещаем с контролом обязательно здесь ставим 3d сцена вид камеры установить активно вверх как камеру ну теперь собственно говоря обращаем нашу камеру и давай сначала подожди и нормальный сначала по 0 все сделаю потом уже ровненько было вот как то так да если можно приблизить как то так вид рендера ну теперь нам нужно по сути сделать вращение нашего клуба отодвигаем нижний бегунок клавишу i нажимаем положение вращение масштаб доступные и закончим мы пожалуй на каком ну пускай сто восьмидесятом кадре будут сто восемьдесят кадров здесь выставим сто восемьдесят нажимаем также а английского нет вот здесь вот нажимаем доступные то есть мы задали конечную точку которой вернется наш куб где-то на середине нажимаем так и задаем минус триста шестьдесят доступные и давайте как то сделаем по другому ctrl z мы все это дело отменим пускай будет на каком на шестидесятом кадре мы задаем минус триста шестьдесят вот здесь нажимаем доступные то есть он у нас проворачивается на триста шестьдесят градусов здесь на сто двадцатом кадре так нет давай получается на последнем тоже поставим минус триста шестьдесят минус триста шестьдесят нажмем i то есть закрепим то есть нас вращение было вот здесь вот так на сто двадцатом кадре мы тоже по идее должны провернуть на триста шестьдесят градусов триста шестьдесят градусов доступные посмотрим что вышло он просто возвращается на исходную так то есть начинается вращение тут как монах нас впереди так мы тут я наверно не довернул на шестьдесятом кадре я наверное поставлю мне нужно где-то вот такой разворот то есть это сколько четыреста пятьдесят градусов минус четыреста пятьдесят подожди ровненько было на минус четыреста пятьдесят и доступные здесь я тоже ставлю минус четыреста пятьдесят доступные ну-ка давай посмотрим как он все выглядит да что то у нас там под конец немного портак вышел но мы сейчас это дело подправим так камера у нас тут давай смотрим вращается сначала сбоку оказывается что там написано так я что-то не то сделал вращается боком сюда и теперь мне нужно он вращался вот так ясно я точно подтачил там немного так ну что получается тоже 360 да 360 доступные а здесь значение по иксу мы оставляем 0 игре доступные ну теперь смотрим что вышло так теперь он ворочается стримы видосы общение подпишись подпишись кстати можно будет обратно развернуть ну подпишись мы потом немного поменяем и вернулась в коту в принципе нормально но все выглядит посмотрим и потом скорость немного замедлю то что надо вышло отлично так ну теперь получается остался только один рендер так а перед началом рендеринга наверное давайте мы все-таки я так подумал тоже это будет лучше добавим на фон короче что-то вроде к там окей и сделаем давайте добавить давайте добавить меш плоскость появилась плоскость мы ее немного переместим уже там контролом вот что-то такое так еди нет тройка сюдемс и растянуть ее на всю что у нас получится получится у нас что-то такое поэтому давайте мы ее еще дальше отдалим и еще больше увеличим вот так вот и пускай она у нас будет мы создадим и материал создать материал синие не знаю комати пускай будет называться романтий уже вообще не называть ее просто так не зеленые нам нужно синие потому что потому что надписи мы уже используем и зеленые и чтобы у нас потом не было вырезок но вы можете принципе сделать и зеленые если у вас ничего зеленого нету тут на этом кубе грубо говоря ну собственно говоря нажимаем гендеринг гендеринг анимации ну ждем пока наша анимация подойдет к концу еще продолжим видео я покажу результат так ну что получается у нас все доверилось не очень много и долго это все заняло 16-53 вот блендер наш рендер короче находится в папке ттмп сейчас в принципе я покажу вам что вышло так но сейчас я вам покажу как достичь такого результата как показан у меня то есть это вот кубик который здесь этот крутится собственно говоря что нам нужно это подписки его назвал скажем что мы делаем я свой наверно удалю после сделала все то же самое плюсик источник велся видео также его назвал опять же куб подписки 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 окей так здесь плюсик добавить файлы ммм тмп сюда выбираем источник так нажимаем ok я сейчас смещу так чтобы вы видели весь процесс скажем так настройки пока что у нас просто такой синий пока что у нас просто такой синий скажем так вот вот такое вот делаем так и прозрачность ну вот и все в принципе результат меня устраивает на вам все спасибо подписывайтесь на канал с вами был за запах тем пока пока